Сегодня я позвал Викторовича, чтобы мы потренировались вместе. Есть еще? Порох в пироговнице, да? Мука в пирогах. Загнал, Линя. Пойдет. Нормально, загнал. Так, давай, давай. Давай, давай, давай. Бороться, бороться. Мышцы перестали реагировать на нагрузку. Это травма. Ты натурал, думал бы, это? Такие вещи говорят. С точки зрения, ориентации. Всем привет, друзья мои. Вы снова на канале Денис Вов. Ребята, я хотел вас порадовать старым контентом, из-за которого вы стали смотреть меня на ютубе. Когда была первая дорога к стронгу, когда были такие относительно большие веса, был силовой экстрим, было начало зарождения меня на ютубе. И вот сегодня я хочу воспроизвести такую тренировку и сделать ее с одним великолепным, очень сильным человеком. Вы, наверное, уже догадываетесь. Это Михаил Кокляев. С одним человеком. Просто с одним человеком. Сегодня я позвал Викторовича, чтобы мы потренировались вместе. Но в первую очередь, наверное, это для себя. Что мы будем делать? С колодцем побегать, с покрышкой покрышку покантовать, карусель поносить. И в конце у меня есть подарок. Человек мне сделал. И я хочу сегодня его презентовать. Сниму упражнения. Но это чуть позже. Вот. В первую очередь, что мне надо, чтобы посмотрел ты по техническим моментам каким-то. Как все было в былые времена. Ну, а если у тебя появится желание вместе потренироваться, подвигаться. Конечно, покажу. Вот. Покажу, расскажу, что знаю. Еще помимо этого, пока мы разминаемся, у нас сегодня в видосе участвует человек, который был... Костян, иди сюда. Он начинал смотреть как раз с зарождения нашего, когда начинался FitStars, начиналась дорога к Стронгу и заболел силовым экстримом. И вот теперь сам родом откуда? Я в Сваровичской области, город Брюссак. Ты тогда начал смотреть, ты там был? Да. Приехал в Питер, пришел к нам в зал. Поэтому все были... Вся работа уже была, не зря. Человек встал на путь истинный и занимается силовым экстримом. Сегодня также будет участвовать с нами в тренировке. Давай, кремся. Ну что, друзья, товарищи, перед тренировочкой калкарнетенчика дать для сухости, чтобы все было красиво. Лето, солнце, пляж. Дальше знаете. Давайте за вас. Генетик Рыклаб, ребята. От меня с самой максимальной скидкой, которой возможно 16%. Ни у кого такой больше не найдете. Переходите, заказывайте. ВОВК. Промокод. Тут прописываем. И все. Будьте здоровыми, сухими и сильными. Давайте. Я пошел к ней волосы. Фрейм Кэрри. Прогулка фермера еще называется. Вот упражнение. Фармерс Волк. Разновидности разных бывают. Конфигурации разные. Это упражнение бывает. Вот сегодня у нас Фрейм Кэрри. Фрейм, то есть рама. Ну и, наверное, с экипировки. Какая экипировка должна быть? Начинаем с обуви. Какая должна быть обувь? Есть обувь такая ходовая, с жесткой подошвой, как у Дениса на вот этих кроссовках. Она хороша для тяжелого коромысла, для тяжелого фермера, потому что человек должен каждый шаг тяжелый и стопа должна быть зафиксирована хорошенько. То есть, менее травматичное это движение. А что, когда человек будет бежать? Здесь нужно уже такие вот, как у меня, беговые кроссовки. Такой на мягенькой, на средней подошве, средней мягкости, для того, чтобы разбежаться. Потому что вот на таких кроссовках человек топает и нога вязнет. А здесь нужно, чтобы... Штангетки здесь не прокатывают. Штангетки здесь не прокатывают. Вот, допустим, Костя сейчас штангеткой хочет таскать. Ну, посмотрим, что он в них сделает. Поэтому здесь очень важна обувь. Если очень тяжелый колодец или очень тяжелый фермер или коромысла тяжелых, конечно же, лучше всего использовать не штангетки, но использовать жесткую подошву. Для этого хороши гандбольные кроссовки для игры в гандбол. Дальше что? Конечно же, наколенники. Суппорты, так называемые. Наколенники. Самый тяжелый колодец, который я носил, был 475 килограммов. Наверной классик. На рампу. Высота метра. В ламках? В лямках, да. Уже, то есть, используем лямки, вот 475 килограммов я заходил. Здесь, еще раз говорю, можно использовать лямки, если уж суперсверх вес. Ребята, все секунды, все доли секунды решает экипировка, на самом деле. Когда все идут ровно, вот именно вот эти секунды решают. Я участвовал в таких... Знаю, Виктор, ты самое главное не сказал. На вас должна быть одежда великоросс, чтобы хорошо носить. Это самое главное. Что мы можем использовать? Мы должны использовать физику. Как можно ее использовать? Конечно же, должна быть собственная физическая сила у вас. Но есть некоторые моменты, некоторые нюансы, которые вы должны уже на разминке сами для себя определить. То есть, вам дают размяться, вы подходите к колодцу, понимаете? Вот это центр. Вот сейчас я держу руки по центру. Если мы чуть-чуть сместим вот сюда, поближе, сместим вот сюда чуть-чуть, видите, вот эта физика называется. Вас начинает вес колодца нести вас вперед. Понимаете, да, о чем я говорю? Но ошибка, ребята, если вы возьмете вот так, есть вариант, что вы воткнетесь. Поэтому вы должны на разминке понять, что угол должен быть, но угол должен быть соизмеримый для того, чтобы его пронести. И вот мы несем. шаг не должен быть большой, широкий, потому что на большом широкем шаге, во-первых, устанете больше, так скажем, работаем на выключении суставов, а на выключении суставов шаг покороче. Вот. И семеним. Вот. Надо семенить. Вот эти шаги делать-то надо. Так вы быстрее встанете. Есть вариант травмироваться. Сегодня, ребята, цель Викторовича замотивировать, чтобы у него загорелись глаза. Как вот он, когда я его узнал, вообще начал смотреть, там год десятый. Год десятый. Когда я видел, он когда таскал, поднимал, у него глаза блестели, горели. Вот сегодня это же хочу сделать. И мы с ним по чуть-чуть порубимся, может, там, составлю ему конкуренцию, либо, может, он мне. Посмотрим. Короче, погнали. Сейчас будет интереснее. Если вот этот вес брать, я тебе сейчас скажу, мы поставим 240, это, но если мы 20 метров за 20 секунд пробежим, это сильно. Это сильно. Даже, ну, 8 секунд. 240? 40? Да. Подожди, что-то, я ошибаюсь. Нет, 20 метров, это 40 метров. Это 40. 40 метров. Да, 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 это 40. Ну, да, давай 8. 8 секунд, нет, 8 секунд на прямом. Бля, это сильно. по существенно. Ну, молодежь, ешкин кот. А не хотел еще, ехал вчера просто, это, повидаться, поговорить. Не, хотели тренировку провести, конечно, да, но Дэн мне придумал задание. Ну, давай, что? 11,99. Ну, можно побыстрее. Есть еще? Порох в пороховницах, да? Мука в пирогах. Бля, 11,99. Чувствую, будет сложно, а то 8 секунд. Я, может, с 15 метрами перепутал просто. На гладкой, на гладкой поверхности порошок, наоборот, скользит. Поэтому нужно, чтобы ладошки были клейкие. Зрители готовы. Вот снимал у нас зрители до жизни. На старт! Внимание! 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 Давай! 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 Остаемся! 9,47. Нормально. Я пока занимаю второе место. 9 копейки. 9,26. Долго поднимал. Дэн, ты на первом месте самое лучшее место у Костина. А я на три. Ну чё? Подожди, я ещё, я ещё кто-то начал. Это не конкурс, давай. Остарк! Внимание! 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 Покрышечку? Давай! Ну что, ребятушки, приступаем мы ко второму движению. Это у нас кантовка покрышки. Вот это вот малышка. 320 килограмм. Радиус 70-й. Задача кантануть 6 оборотов. Всё легко и просто. Задача показать минимальное время. То быстрее, то быстрее. То быстрее, то быстрее. Подальше. Во! Во! Ну молодец! Только смотри. Всё это в динамике. Ну видишь, как легко? Только в динамике. Ты вот берёшь так, прям вот так. На неё побежал. На старт! Внимание! Марш! Слава! Слава! Ух ты, мои хорошие! Под углом! Под углом! Под углом! Да, давай, давай! Да, давай! Давай! Толкай, толкай! Вот! Ты видишь, хорошо. Молодец. Еще, еще. Пять, четыре, сорок. Давай. Толкай ногами. Выше. Во! Вот так. Видишь, снизу взялся, не получается. Шесть. Хопай! Шесть. Чушь ты. Силы хопа. Силы хопа. Я его остановил на этой. Нормально. Сейчас покрышечку. Ну, вторая выигрывается, спокойненько, упражнение и все. И отдыхать. Силы хопа. 29.18. Да, нормально. Нормально тут загнал. Пойдет. Нормально загнал. Сейчас придется попыхтеть. Ребятушки, то, что вы видите на мне, майки, на Викториче, футболка, кепки, костюмы от бренда Великорос можно приобрести с моей персональной скидкой 15%. Промокод ВОВК прописываю внизу. В закрепленных комментариях еще раз все повторяю. Переходите и запомните. Великорос это здорово. Промокод ВОВК. Промокод ВОВК. Промокод ВОВК. Без ошибок все сделал? Не, бывает. Бывает, я начал искать, как раз вот эти доли секунды. По технике все выполнено, как говорится, по учебнику. Вот результат, вот и все. Следующее самое интересное. Девушки. Так наоборот же в рубашке, чтобы лучше зацеп был. Ну попробуйте. Рубашки спачкаю. Не знаю, в графе наверное. Килограмм не знаю. 320. 320. Таз повыше, таз повыше, таз повыше, таз повыше. Грудью надо толкать вверх, грудью. Вот так, давай, давай отец. А, помогу чуть-чуть. Грудью вверх. Поехали. Давай, давай, давай. Ну, ну. О! Еще! Давай, давай. Давай, давай, давай. О! Бороться, бороться. Давай, ты борись. Давай, давай. Хорош. Брррр. Молодец. Как вас зовут? Терниров. Как вас зовут? Как вас зовут? Магеллан. Ну, Магелланов не то, что пролив. Магелланов подъем сейчас был. Сколько лет? Чуть-чуть. 56. Хорошо, до 56. Хорошая форма. Я думал его подьму. Но я ошибся в том, что нам надо терпеть. А знаете почему вы ошиблись? Я не знаю тех. Потому что внутри вы еще молоды. Ха-ха-ха. Все мы, пацаны, всем нам по 16 лет, да? Ну, если бы не много тернировать с собой, я бы, может быть, поднял. Виктор еще рассказывал. Говорю, форму набрал. Очень хорошую за последнее время. Готовился к рекордам. Ну, они пока что откладываются. Говорю, не знаю, куда применить, что сделать. Жалко, пропадает. Долго. Долго не удержать. Да? Сколько формы вообще обычно? Месяц еще? Ну, если говорить про максимальный результат. Вообще, подготовка 100-дневная. 70 дней подготовительный период, 30 дней соревновательный. Ты подводишься. И еще потом в течение, ну, форме может быть в течение 2-3 дней. А потом уже начинает ЦНС вставать на этих килограммах. Поэтому надо потихонечку, ну, сбавлять. Потому что самое главное, это... Почему организм, ну, допустим, вот кто-то в 40 лет еще может. А кто-то в 40 лет уже не может. Например, Миша Шевряков, Жедрунаса, Вискеса. Нет, вот Жедрунасу. Жену 1975 года. В этом году уже сколько ему получается будет? 47 лет. Если я не ошибаюсь. 47. Но он до сих пор поднимает. Просто у него, допустим, вот эта нейронная связь, она у него еще не уставшая. У меня, ну, к сожалению, к 37-38 годам я уже измахратился здесь. Потому что первые свои 200 килограммов с полной головой я поднял. Мне было на тренировке 18 лет, на соревнованиях я поднял 19 лет 200. Мышцы перестали реагировать на нагрузку. И в результат просто встал. Там, отдыхал я, не отдыхал. Курсил я или курсил и отдыхал, курсил и не курсил. Все, уже перепробовал, все. Начали просто мышцы не восстанавливаться, а невосстановленные мышцы. Это травма. Ты натурал, думал бы, а ты такие вещи говоришь? Нет, с точки зрения ориентации я бы говорил. С точки зрения вот этих вещей. Не, ну что я буду врать? Зачем людей обнадеживать? Весь большой спорт, может быть 0,01% из всех людей, занимающихся силовым видом спорта, и стал олимпийским чемпионом, ни на чем. Но, по большому счету, большой спорт – это большая медицина, в первую очередь. Ну, отдаешь, то такое возможно. Я в большем романтик, поэтому этому 0,01% я отдаю должное. Но, если бы я был бы скептиком, я бы сказал, ребята, не мудить. Никого там чистых нет, вообще, абсолютно. Что-то я же закуражился, я на этих покрышках спокойно, а здесь что-то я прям, прям аж... Оооо! Ооо! Субтитры добавил DimaTorzok так и продолжается силовой экстрим в россии несмотря на распри недопонимания 10 тысяч лайков виктор счет а в инстаграме разыгрывает у тебя я в теневом бане все разыграем вместе великоросс кокляев вов коллаборация розыгрыш подарков мы по 10 тысяч лайков спасибо девчонки так ну что третье упражнение сделано вы все сами понимаете чё к чему костян третье движение делать сейчас он кружочек добивает и переходим на бонус бонусный трек сегодняшнем альбоме ребятушки покажу что же я для себя сделал новую игрушку какую и мы с нею зарубимся а теперь поехали 3 2 1 погнали давай дышать 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 молодец давай 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 торопись более размеренно дыши давай 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 первый раз пробую ни разу не делал ну ты молодец чуть не могу посоветовать меньше проходок больше больше объемов во всем гостям 100 то место это глубина короче низкая как бы сказать социально до социально то есть там с ним ну как сказать там не то что нечего ловить тебя просто погибают люди все и они моральные внутри умирать духовный суицид это называется грубо говоря еще духовный суицид и это зависимость короче это зависимость так что ребят занимайтесь спортом переключайте свои цели на спорт более активно и просто ну вот это уже это больше даже больше перебью тебе больше константин ведет тренировки для тех ребят которые и после реабилитации после реабилитации алкоголических и наркоманских центров он проводит тренировки ценник человеческий вот поэтому приходите улица вот приходите он знает как во первых что сказать и знает как правильно начать тренироваться спасибо большое добрались мы до бонуса это будет у меня молот тора ну только не тора а вовка пойдем покажу 22 килограмма удержание максимальное время не поднимаем сюда не опускаем вот это раз предупреждение второе предупреждение все закончить виктор сказал что на карусели подгрузился а я так считаю а я так считаю комментарий там просто застал последнем упражнении проиграть да я просто сейчас еще тянуть буду у него пойдет на тягу задачи сегодня 300 своих дежурных поднять а мы такой сделан замин очку с костей постоим немножко а сколько время то 31 на секунда чем не надо значит 32 до 2 по 12 и по 12 я держал одну минуту одну секунду а если бы подержал бы Я бы подержал бы. Я бы подержал бы. Ты понимаешь, ты молодое поколение, поколение, которое нуждается в мотивации. Я говорю, Викторович, если бы жил бы в Питере, это единственный человек, кто может доставить меня тренироваться. Ему бы много дел. Не вырезайте его. Не вырезайте его. Я говорил ему уже до этого. Ты понимаешь, если я приеду, то мы бы много дел натворили бы. Вот он сейчас говорит, я бы тренировался. Представьте на минутку, я раз переезжаю в Питер. Алло, Дэн. Викторович, меня насморк нахрен. Да ладно, когда такое было? У меня спина заболела чуть-чуть. Когда я говорю, что у меня заболела? Мартурчика надо в садик отвезти, Надя на работе. Кто знает, кто его знает, может к этому все придет. Питер это первый город, когда мы собирались уезжать с женой. Я говорю, поехали в Питер. Она, нет, поехали в Одинцово. Но я как подкаблучник. Разница между подкаблучником и тряпкой какая? В тряпке она бы сказала, мы будем делать так, как я сказала. А подкаблучник она, ну может все-таки в Одинцово. Ты такой, ну может все-таки в Одинцово. На этом заканчиваем. Я думаю, вам понравилось. Сегодня было вот в таких старых традициях. Были веса, был антураж, был драйв, азарт. Поэтому оставайтесь с нами. Ну и не забывайте про лайки. И вот эта кувалда без Кокляева в меня осталась только здесь. И вот эту кепочку. Кепочка будет ваша. Все, всем пока.